Всем привет! Посмотрел много видео на YouTube по отрисовке печати по оттиску. Много воды и много лишних слов. Вот и решил записать этот видео урок. Постарался сделать его качественным, интересным и информативным. Прекращаю лить воду. Поехали! Импортируем изображение оттиска в наш проект. Горячие клавиши Ctrl-A. Одним кликом вставляем изображение. Катрируем его инструментом обрезка. Выравниваем по направляющим, которые захватываются курсором с линейки. Пользуйтесь горячими клавишами. Это сократит время верстки. Самое частое их использование это сочетание клавиш Ctrl-Z. Отменить действие на шаг назад. Для более точного нахождения угла пользуйтесь графой угла поворота в верхней панели. Изменяем градус в нужную сторону. Выбираем инструмент текст. Горячая клавиша F8. Набираем текст, содержащийся в оттиске фразами. Построчен. Чтобы изменить вид кавычек, после каждой напечатанной кавычки надо нажать сочетание клавиш Ctrl-Z. Не забываем сохранять проект. Выбираем инструмент Ellipse. Создаем окружность из центра оттиска, зажав сочетание клавиш Ctrl-Shift. Края эллипса совмещаем по центру линии внутренней окружности оттиска. Копируем ширину объекта в сочетание клавиш Ctrl-C и вставляем ее значение в графу высоты объекта. Ctrl-V. При создании следующей окружности зажимаем клавишу Shift. Тянем край окружности вправо, что позволяет объекту деформироваться от центра равномерно по горизонтали. Затем нажимаем правую клавишу мыши для создания копии. Значение ширины Ellipse задаем высоте. Ту же самую манипуляцию проводим со следующей окружностью. Обводки задаем толщину. Обращаю внимание, фрагменты печати должны немного вылезать за пределы наложенных на них шрифтов и объектов. Единый текст разбиваем на отдельные строки, нажав сочетание клавиш Ctrl-K. Выделяем первую строчку. Идем во вкладку Текст. Выбираем пункт Текст вдоль путей. Перетаскиваем строчку на оттиск в соответствующее место. Используя инструмент форма, горячая клавиша F10, выравниваем текст с сокращением межбуквенного интервала. Со следующей строкой проделываем ту же самую операцию. Только для выравнивания текста мы используем деформацию объекта. То есть, просто его растягиваем, чтобы буквы получились приплюснутые. В следующей ситуации также пускаем текст вдоль путей. Он получается перевернутый. Для корректного его отображения в верхней панели используем две кнопки «Отразить текст» по горизонтали и по вертикали. Шрифт слишком крупный. Изменяем кегер. Используем инструмент форма, горячая клавиша F10. Выравниваем текст, увеличиваем межбуквенный интервал. Применяем те же действия к следующей строчке. Продолжение следует... В данной ситуации нам надо поправить отдельные фрагменты в тексте. Выбираем инструмент «Форма». Выделяем интересующую часть текста и перемещаем ее, зажав курсор на черном квадрате внизу текста. Также можно передвигать по одному символу. Самое сложное в отрисовке печати – это подборка шрифта. Шрифт, который располагается по кругу. Самый популярный – это Arial. Поэтому с ним не было никаких проблем. К тому же он установлен в программе по умолчанию. Дальше надо подобрать шрифт к последнему слову. Для этого скачиваем программу IFP, чтобы немного облегчить задачу. Ссылка под видео. Запускаем программу. Она очень простая, поэтому рассказывать о ней не буду. IFP отображает только те шрифты, которые загружены в программное обеспечение компьютера. Подбираем шрифт. Выравниваем его по оттиску. Звездочки подбираем тем же методом. Продолжение следует... Продолжение следует... Печать отрисована. Теперь все ее объекты и шрифты надо перевести в кривые. То есть подготовить ее к производству. Выделяем печать. Заходим во вкладку «Упорядочить». Выбираем пункт «Преобразовать в кривую». Горячая клавиша «Ctrl-Q». Шрифты преобразованы. Выделенная печать не должна заливаться полностью при выборе какого-либо цвета, как в данной ситуации. Для этого надо обводку преобразовать в объекты. Сейчас визуально кажется, что с печатью все в порядке. Перейдем в каркас. Заходим во вкладку «Вид». Выбираем пункт «Каркас». Теперь видно, что это три обводки, а не объекта, которые заливались черным цветом. Делаем из их обводки объекты. Заходим во вкладку «Упорядочить». Выбираем пункт «Преобразовать абрис в объект». Сочетание клавиш «Ctrl-Shift-Q». Абрис преобразован в объекты. Возвращаемся в расширенный вид. Заходим во вкладку «Вид». Выбираем пункт «Расширение». Выделяем печать. Применяем заливку. Теперь мы видим, что печать состоит из объектов без обводки. Такую печать можно изготовить не только экспонирующим способом, но и на лазерном станке. Группируем составные печати. Горячие клавиши «Ctrl-G». Печать готова к ее производству. Спасибо за проявленный интерес. Если что-то я не досказал или что-то непонятно, задавайте вопросы в комментариях. С удовольствием на них отвечу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok